Наша жизнь состоит из взлётов и снижений, в том числе в буквальном смысле. Сегодня мы поговорим о самых необычных авиаперелётах. Самым коротким перелётом среди регулярных коммерческих рейсов остаётся маршрут шотландской авиакомпании Logan Air. Он соединяет два острова – Уэстрей и Папа-Уэстрей. Протяжённость этого маршрута составляет менее трёх километров. В хорошую погоду полёт может занять всего 47 секунд. Если у вас очень хорошее зрение, из аэропорта вылета вы сможете увидеть аэропорт прилёта и даже встречающих вас друзей. Эти два острова – часть Аркнейского архипелага. Ух ты, как будто что-то из «Властелина колец». Он состоит из более чем 70 островов, и между ними нет никаких мостов. Так что местные орки перемещаются на лодках, паромах и самолётах. Самолёт рассчитан на 8 пассажиров, и у вашего соседа даже не будет времени представиться должным образом. Можно просто кивнуть. Высота полёта не превышает 100 метров, поэтому, сидя у окна, вы сможете наслаждаться великолепными пейзажами Шотландии в деталях. Но совсем недолго. Перелёт из одной страны в другую не всегда подразумевает долгие сборы и многочасовое сидение в аэропорту. Самый короткий международный рейс принадлежит австрийским авиалиниям. Он соединяет Санкт-Гален, Швейцария, и Фридрихсхавен, Германия. Расстояние между ними составляет всего 20 километров. Поездка на автомобили с максимально разрешённой скоростью 90 километров в час заняла бы 12 минут. Но всё не так просто. Между двумя городами кто-то поместил горы и озеро. Так что на самом деле на поездку уйдёт не меньше часа. В Европе перелёт между Веной, Австрия, и Братиславой, Словакия является самым коротким рейсом между двумя столицами. Расстояние составляет около 52 километров, а время в пути не более 10 минут после взлёта. Австрийская авиакомпания «Флайники» запустила этот маршрут в 2015 году, планируя выполнять по 6 рейсов в неделю. Но среди пассажиров идея не прижилась. Наземное транспортное сообщение в этом регионе очень развито. Нужно просто сесть в машину, поезд или автобус в Братиславе, и менее чем через час вы будете наслаждаться венской оперой или самым вкусным в мире штруделем. Мне уже захотелось есть. Самый короткий рейс в Северной Америке выполняется канадской авиакомпанией Greater Toronto Airlines. Он соединяет два города в провинции Онтарио, Торонто и Ниагара-Фоллс. Можете захватить с собой бочку. Но знаете, на случай, если вам вдруг захочется спуститься с водопада. Как бы то ни было, протяжённость этого перелёта составляет 56 километров, а время в пути – 12 минут. Да, конечно, можно поехать на машине, ну а тогда расстояние удвоится, поездка займёт полтора часа, а из-за пробок, возможно, и больше. Самый короткий пляжный рейс осуществляется на Каймановых островах. Это британские заморские территории в Карибском море. Миллионы туристов со всего мира отдыхают там, на белоснежных пляжах, и наслаждаются экзотической природой. Если вы случайно перепутаете пункт назначения и прибудете на остров Малый Кайман, а ваш отель находится на острове Кайман-Брак, просто купите билет на самолёт, и через 10 минут вы приземлитесь в нужном месте. Расстояние между этими островами всего 20 километров. Самый короткий межконтинентальный рейс выполняет авиакомпания Royal Air Maroc. Он соединяет Танжер, Марокко и Гибралтар – британскую заморскую территорию. Расстояние 68 километров. Этот рейс фактически соединяет Африку и Пиренейский полуостров в Европе. Да, здесь, на границе с Испанией, есть кусочек настоящей Британии. С её красными телефонными будками, кэбами и традиционной кухней. А Гибралтарская скала служит домом для группы обезьян. Видимо, тоже британских, которые развлекают туристов. Это единственное место в мире, где взлётно-посадочная полоса пересекает шоссе. Когда самолёты взлетают и садятся, дорогу перекрывают, и водители терпеливо ждут. Разумное решение. Один из самых опасных аэродромов с короткой взлётно-посадочной полосой находится в Непале. Если вы решите покорить Эверест, то ваше экстремальное приключение начнётся с приземления в аэропорту Лукла. Его взлётно-посадочная полоса имеет уклон 12%, что позволяет самолёту взлетать или садиться на весьма ограниченном пространстве. Это очень ценно, ведь длина взлётно-посадочной полосы составляет всего 520 метров, а ширина – 20 метров. Для сравнения, средняя длина взлётно-посадочной полосы – 2 километра. Но это ещё не всё. Непальский аэропорт находится на высоте 3 километра над уровнем моря. С одной стороны горы, с другой – ущелье, и фактически взлётно-посадочная полоса заканчивается пропастью. На такой высоте погода постоянно меняется, поэтому рейсы часто задерживаются или отменяются. На взлётно-посадочной полосе нет ни искусственного освещения, ни радиолокационного оборудования. Все манёвры совершаются пилотами вручную. Самолёты нужно сажать с первой попытки, потому что на разворот и вторую попытку просто нет места. Полёты выполняются в основном ранним утром и в самых благоприятных погодных условиях – без тумана, ветра или облаков. Самый сумасшедший аттракцион в Диснейленде не сравнится с посадкой в аэропорту Лукла. Как насчёт самого маленького расстояния между самолётом и вашей головой? Давайте перенесёмся на остров Сен-Мартен, к главному аэропорту Карибских островов. Если вы загораете на пляже Махо, приготовьтесь пригибать голову. Огромные лайнеры будут пролетать всего в 15 метрах над вами, заходя на посадку. Остров довольно мал, как и взлётно-посадочная полоса. С обеих сторон она заканчивается водой. Пилоты должны лететь как можно ниже, чтобы шасси быстрее коснулись земли. Пассажиры запоминают эти посадки надолго. С пляжа можно делать невероятные фотографии, а для пилотов это своего рода повышение квалификации. На улице льёт как из ведра, когда вы поднимаетесь на борт самолёта. Если бы вы сели в машину, вы бы сразу включили дворники и фары. А пилоты тоже так делают? С самолётами связано столько вопросов, на которые пора получить ответы. Есть ли у самолётов щётки стеклоочистителя? У пассажирских – да. Но их включают только при выруливании на взлётную полосу, взлёте и посадке. Как только самолёт набирает высоту, пилоты их выключают. Скорости движения воздушного судна достаточно, чтобы стекло очищалось от капель самостоятельно. Дворники могут отсутствовать на одномоторных самолётах, потому что поток воздуха от винта не даёт каплям оседать на стекле. Что происходит, когда один из двигателей самолёта выходит из строя? Командир корабля командует ему вернуться в строй. Ладно, ладно, я просто шучу. Ничего особенного не происходит. Судно продолжает полёт. У каждого самолёта, который летает над океанами и просто на большие расстояния, есть сертификат, в котором указано, сколько он может лететь с одним неработающим двигателем. Например, Boeing 787 летит ещё более пяти часов. Этого времени достаточно, чтобы пилоты совершили безопасную посадку. Почему в самолёте так холодно? Средняя температура на борту составляет 23 градуса Цельсия, почти столько же, сколько в большинстве офисных зданий. Вам кажется, что в салоне прохладно, потому что вы не двигаетесь, и тело вырабатывает меньше тепла. Экипаж не включает обогрев, потому что из-за тёплого воздуха некоторые пассажиры могут упасть в обморок. Есть ли у самолёта клаксон? Да, а иногда даже целый тромбон. Шучу. На самом деле есть, но пилоты пользуются им только, чтобы отпугнуть птиц или привлечь в небе внимание другого воздушного судна. Эй, подвинься! Пронзительный гул можно услышать, когда самолёт не движется и находится на земле. Например, когда инженер что-то проверяет в кабине пилотов и хочет привлечь внимание коллеги. Почему самолёты оставляют после себя белые полосы в небе? Так происходит, когда двигатель сжигает теплево. Он выбрасывает воздух, воду и углекислый газ, и они смешиваются с атмосферой. Поскольку воздух на высоте холодный, а выхлопы горячие, вода конденсируется и замерзает. Из-за этого и появляются белые следы. Есть ли у самолётов тормоза? Да, у них многодисковые тормоза, изготовленные из углеродистой стали, похожие на те, что установлены в автомобилях. Но одних только тормозов недостаточно, чтобы остановить самолёт, когда он касается земли. Тормозная система также включает в себя различные поверхности, которые появляются из крыльев и увеличивают лобовое сопротивление. Может ли дверь самолёта открыться во время полёта? Благодаря давлению в салоне такого произойти не может. Если кто-то захочет открыть дверь, ему придётся преодолеть давление, эквивалентное 11 тысяч килограммов. А это, кстати, вес судового якоря. К тому же внутри самолёта установлены специальные болты, которые не дадут двери открыться. Что происходит, когда в самолёт попадает молния? По статистике, такое случается с каждым пассажирским самолётом хотя бы раз в год. Но металлические части самолёта и системы молниезащиты предотвращают накопление электричества. Так что в большинстве случаев на корпусе судна остаётся лишь небольшая отметина. Почему сидения могут быть сдвинуты относительно окон? Хороший вопрос. Все пассажирские самолёты спроектированы так, чтобы сидения и окна располагались на одной линии. Но когда судно покупает авиакомпания, она часто добавляет несколько дополнительных рядов. Ведь чем больше мест, тем больше билетов можно продать. Да, при этом вы лишаетесь окна и свободного пространства для ног. Теперь понимаете, в чём дело? Зачем бортпроводники проверяют перед взлётом верхний отсек для багажа? Нет, они не хотят убедиться, что он плотно закрыт. На самом деле, в нижней части этого отсека скрыт зубчатый поручень, за который бортпроводники держатся для устойчивости. Для чего нужны белые спирали на двигателях? Сотрудники, работающие рядом со взлётно-посадочной полосой, носят средства защиты от шума и не могут полагаться на слух, чтобы решить, когда уже можно подходить к самолёту. Видя, что спирали крутятся, они понимают, что двигатель ещё работает, и подходить к судну опасно. Зачем нужны отверстия в окнах самолётов? Окна в самолётах состоят из трёх слоёв органического стекла, и отверстие расположено в том, что посередине. Оно помогает регулировать огромную разницу в давлении внутри и снаружи салона, чтобы внешнее стекло не треснуло. Если оно всё же не выдержит давление, среднее стекло сможет защитить внутренний слой от повреждений. Также, благодаря отверстию, окно не запотевает. Зачем на крыльях нужны крючки? При аварийной посадке на воду пассажирам приходится идти по скользкой поверхности крыльев. Чтобы сделать этот путь безопаснее, члены экипажа прикрепляют один конец троса к дверному проёму, а другой проводят через крюк к крылу. Второй закреплённый трос помогает пассажирам добраться до надувной лодки. Зачем на крыльях установлены огни разного цвета? Это новогодняя иллюминация! А вот и нет! Красный огонёк на конце левого крыла, зелёный на конце правого и белый на хвосте являются навигационными сигналами самолёта. Они помогают другим пилотам понять, где именно находится судно и в каком направлении движется – к ним или от них. Есть ли у самолётов ключи зажигания? Поскольку ключи зажигания служат дополнительной мерой безопасности, большинству пассажирских самолётов они не нужны, потому что судно запертое в ангарах под круглосуточным наблюдением. Чтобы запустить двигатель, пилот просто нажимает на кнопки и поворачивает переключатели. Но у небольших частных самолётов, например, производства компании «Цесна», есть замки зажигания для запуска двигателя и даже замки на дверях. Для чего нужны треугольники над окнами? По чёрным или иногда красным наклейкам члены экипажа понимают, в какое окно лучше всего смотреть, когда необходимо проверить подвижные части крыльев. Если вас укачивает во время полётов, постарайтесь выбрать место между треугольниками. Там вам будет комфортнее. Как сделать сидение просторнее? Если вам посчастливилось сидеть на месте у прохода, вы можете воспользоваться волшебной кнопкой, расположенной под ближайшим к проходу подлокотником. Нажмите на неё, и подлокотник поднимется к спинке сидения. Странно, что у пассажирского самолёта нет ключей зажигания. Всё обстоит куда сложнее, чем просто повернуть ключ. На панели управления есть ряд кнопок и циферблатов, которые запускают сложный процесс. Питание в самолёт подаёт аккумулятор, который находится в хвостовой части. Воздушный поток попадает в двигатели самолёта, чтобы поддерживать их охлаждение. На резервной мощности происходит прогрев турбин, и они медленно набирают обороты до нужной скорости. Затем один за другим включаются двигатели. На пассажирском самолёте с четырьмя двигателями весь этот процесс занимает примерно 90 минут. В самолётах также нет ключей, чтобы запирать двери. Но на парковке за самолётами постоянно наблюдают охранники. И даже если кто-то сможет пролезть внутрь, на это уйдёт масса времени. В самолёте капитан внимательно следит за процессом посадки. Он главный не только в кабине пилота, но и в салоне. Чтобы стать пилотом пассажирского самолёта, нужно иметь идеальное зрение. Идеального зрения можно добиться и с помощью очков. Тут всё зависит от политики авиакомпании. Пора найти место в самолёте. Зарегистрировались вы поздно, и у вас уже был неприятный опыт, когда вы не попали на рейс. Это связано с тем, что авиакомпании намеренно продают на рейсы больше билетов на случай, если кто-то вдруг не придёт. Итак, в этот раз вам не удалось выбрать себе место, и вы с завистью проходите мимо передних сидений, которые всегда занимают в первую очередь. Потому что все хотят покинуть самолёт как можно скорее после приземления. Но если вы предпочитаете безопасность, то задняя часть лучше всего. По оценкам, там на 40% безопаснее. Хотели бы поехать на машине, а не на самолёте? Вероятность проблем с самолётом составляет 1 к 11 миллионам. А вероятность автомобильной аварии 1 к 5 тысячам. Вас посадили у запасного выхода. Отлично! Больше места для ног. За последние 30 лет пространство для ног с каждым годом сокращалось всё больше. На некоторых авиалиниях до 12 сантиметров. Причина в том, что чем больше людей поместятся, тем больше денег можно заработать. Авиалинии не строят собственные самолёты. Используют самолёты заводского производства. Так что каждая авиакомпания сама определяет структуру рассадки пассажиров. Это также объясняет, почему сидения не расположены на одной линии с окнами. Но это неважно, ведь у вас лучшее место. Хотя сидеть рядом с аварийным выходом всегда немного беспокойно. Что если случайно к нему прислониться во время сна или открыть его? Расслабьтесь, открыть эти двери во время полёта просто невозможно. Мощное давление воздуха внутри давит на каждый сантиметр кабины. Но даже если бы вы каким-то образом активировали во сне силу Халка, всё равно не смогли бы открыть дверь. Поскольку на ней есть ещё и разные электрические и механические устройства, которые её запирают. Дополнительные меры важны, поскольку в момент открытия двери температура во всём салоне быстро упадёт. А резкое изменение давления может значительно ослабить конструкцию самолёта. Пришло время для взлёта, и вас просят выключить телефон. Это и правда важно? 10% людей признавались, что они не выключают свои устройства и даже не переводят их в режим полёта. Сотовые телефоны могут вызвать проблемы, но они не нарушают работу электроники. Однако телефон может принимать сигналы от разных вышек на Земле, что сильно отвлечёт пилотов. Так что давайте упростим их работу и отключим его. Продолжение следует...